Я приветствую любителей астрологии, приветствую гостей моего канала. Друзья, у нас такое краткое видео, астрокалендарь на май. Посмотрим, что нам, какие консталляции выстраивают планеты, что это может для нас предвещать, но рекомендую и даже как бы желаю, чтобы вы не воспринимали это очень серьезно, если это зловещие какие-то показатели, что это уже как бы почти конец света. Это планеты только нам создают ситуацию, а люди делают свой выбор. И выбор, конечно, должен быть какой-то по совести, по доброму отношению к окружающему людям, к окружающему миру, и тогда вы будете в любой даже очень какой-то серьезной ситуации или все серьезные проблемы будете решать, к вам будет всегда приходить правильное решение этой ситуации, правильный выбор. И давайте рассмотрим, у нас май начинается с ингрессии планеты Марс в свою обитель, знак Овна. Правда, происходит это, происходит канун ночи 30 апреля, но будет находиться вот с 30 апреля до 9 июня 2024 года, полтора месяца. И эти полтора месяца пройдут активно, будет наблюдаться упорство или давление, давление может быть извне. Это инициативность, это соревновательный характер событий, и это стремление к первенству. И у нас же все, как бы мы говорим про общий план. В худшем, если повысится градус конфликтности, агрессии, взрывоопасности, катастрофичности и, конечно же, травматизации. С 30 апреля и по 6 мая Плутон становится стационарным, то есть он останавливается, чтобы развернуться в ретроградную фазу. И вернется он в 30-й градус Козерога, последний градус Козерога. А это, друзья, нам надо, вот Плутон – это энергия масс, а Марс – сила воли, избавиться от консерватизма. Ретроградности. Делать попытки вернуть старое, ушедшее, причем не самое лучшее, а по Козерогу – это худшее его качество, этого знака, это диспотечность, тоталитарный контроль, это пессимизм, это чувство одиночества или даже желание отдаляться от других. Возвращение Плутона в последний градус Козерога, мистерия которого называется «Хвост рыбы», вот эта коллективная энергия, она будет направлена, что либо ухватить золотую рыбку за хвост в конце-то концов, чтобы она исполнила заветное желание, или все-таки вот в желании вернуть что-то старое, упустят шанс и вернется к разбитому корыту. С 1 по 5 мая Марс с Нептуном, а вернее ингрессия Марса уже 30 апреля, открывают верхний зодиак часы, то есть это начало нового цикла, и вот стационарный Плутон в этот период дает нам свободу трансформироваться, то есть направить вот эту массовую энергию на выбор добра, на реформы, на свободу, но, конечно же, вот этот выбор уже должен происходить с соблюдением нравственных ценностей и традиций, с учетом этих вот прошлых, накопленных и лучших традиций. В худшем, если это будет выбор зла, и если массовая энергия не избавится от жестокости друг к другу и беспредела, вот от нарушений всех нравственных табу, конечно же, это будет приводить к разрушительным событиям. Первого мая Прозерпина выходит из разрушительного градуса, 19 градуса Скорпиона и переходит 20 градус Скорпиона. Ну, это можно считать ингрессией, потому что Прозерпина в одном градусе находится два года, и вот 20 градусом управляет Сатурн, а Сатурн у нас торможение, ограничение, это аскеза, и вот Плутон тоже, как управитель Скорпиона, находится в стационарной фазе тоже вот в таком стоящем положении, вот либо мы делаем какой-то резкий скачок, то есть трансформируемся, либо это путь деградации, потому что Плутон у нас ущербный, он в водолее падший. А мировая система может упереться, это по Прозерпине, упереться, и надо будет вот какое-то время преодолеть препятствия. Планирование построения новой системы, но о Прозерпине мы поговорим подробнее в отдельном видео. 6 мая и до 16 мая Черная Луна будет находиться в 25-м королевском градусе Дева. 9 дней она будет там находиться, и это показатель, что силы зла будут чувствовать свое превосходство. Это искушения, которые будут нас просто на каждом шагу как-то в своей сети заманивать. Везение, шанс, удача там, где надо особенно переступить нравственные правила. Это может быть обман, мошенничество, взяточничество, прелюбодейство, подхалима, чтобы чего-то добиться, ну и так далее. И если в это время вы попадаетесь, например, как жертва, с работы увольняют, несправедливо поступают с вами, слухи грязные на вас пустили, ну и так далее. А может быть еще вы, например, должны получить какую-то награду или вознаграждение не получили, то не расстраивайтесь и не переживайте. Значит, вы светлый человек. 8 мая у нас будет Новолуния. В 6.21 утра это по минскому времени. Новолуния в соединении с Ураном, Юпитером и Белой Луной, вернее, в оппозит, ой, в соединении, извините, с Ураном, Юпитером и Белой Луной. И новый лунный месяц отметится, может быть, какой-то реформой или грандиозной авантюрой, которая будет лучшим, конечно, это какие-то благие намерения, а в худшем, под белыми одеждами, вот и будет это зло прятаться с таким мошенническим шлейфом, потому что весь этот стеллиум, тригоний с черной луной, которая в королевском градусе Дева, и это вот просто такое лучшее время, чтобы вот эти все, поддаваться всем этим искушениям и даже не понимать, где черное и где белое. Может быть, скрытие афер, либо такая, ну, просто явная, неприкрытая ложь под личиной добра. 8-9 мая Меркурий директный в 23-м разрушительном градусе Овна, то есть он как-то полдня, и полдня 8-го, полдня 9-го, и рекомендация быть сдержанными от резкости, агрессивности в контактах, на дорогах проявляет внимание и осторожность. Меркурий у нас управитель передвижения, когда он в разрушительных градусах наблюдается множество аварийных ситуаций, опасность перелома и порезы рук, и пальцев. От 9-го мая вечером Юпитер соединится со зловещей звездой Алгой, и будет с ней соединение до 12-го мая, до обеда. Звезда Алголь у нас – это медуза Гаргона, то есть когда на нее смотришь, человек превращается в камень, в статую. И опять же, не надо воспринимать, что это уже будет что-то страшное, но я, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Может быть, в вашей карте как-то сыграть в карте какой-то страны, и это может проявиться каким-то злом, исходящим либо на вас, либо от вас. Поэтому отметьте эти даты, чтобы наблюдать, следить, следить за своим поведением, конечно же, за своими словами. И мы понаблюдаем, кто проявит алчность и захватничество. И надо сказать, что звезда будет связана, вернее, не будет связана со всеми своими эпигонами, то есть в полную силу в соединении с Юпитером она не проявится, ну или проявится как-то наполовину. Марс идет на соединение с восходящим узлом все это время, то есть к раху вовне, а это выбор пути развития, то есть вот все действия на какие-то, ну, какое-то эволюционирование. И это проявление силы воли, и активности, и напористости. В лучшем, если, конечно, поступки будут такого благородного, рыцарского характера, то есть эволюционирование общества через понятие долгой чести, совести, достоинство, бесстрашие, а в худшем, это будет агрессивное отношение в обществе, как друг к другу, это споры, дебаты, хамское наглое отношение, так и угроза своей силой. 13 и 14 мая будет соединение Солнца и Урана. Ну, это показатель каких-то реформ, нововведений, то указы могут быть новые, конечно же, законы могут быть новые, потому что Юпитер недалеко отошел, и эти указы могут, вот либо реформы, стать даже непосильными на предстоящий год. 15 мая ингрессия Меркурия в знак Тельца, и вот это как показателем будет, что все наши мысли будут направлены на решение материальных вопросов и вопросов к решению каких-то ресурсов, то есть и накоплению, это та же засадка огородов, то есть это как плодородие, то есть мысли о плодородии, что надо что-то зародить. 17 мая Солнце уже более мощно активирует звезду Алголь, звезда будет связана со всеми своими эпигонами, а эпигоны у нее, скажем, не самые добрые, это черная луна, это Плутон, причем у нас ретро и в падении, то есть он ущербный, он злой, с Нептуном и Сатурном. И вот здесь действительно будьте осторожны проявлять эгоистичный разум, и в это время, может быть день, может быть два, мы действительно увидим лицо зла. 19 мая Белая Луна в соединении тоже со звездой Алголь, пробудет в этом соединении до 24 мая, но Белая Луна это все-таки фиктивная точка, в этот период с 19 по 24 мая Венера также соединится со звездой Алголь, и мы будем надеяться, что Белая Луна, как наш ангел-хранитель, все-таки смягчит действия зла, стихийных бедствий, тоже нельзя сейчас исключать, причем больше связанных с водой, как показывают нам последние события. Оппозиция Черной Луны с Нептуном, вот тоже об этом нам говорят, и Сатурн в рыбах посылает, именно водные такие испытания, или на воде. Ну и на меньшими потерями, конечно, будет считаться, если это будут только материальные потери, а главное, чтобы все-таки не было людских потерь. 20 мая ингрессия солнца в знак Близнецы, и это личный Новый год для представителей этого знака, и это лучшая возможность начать новую жизнь Близнецам. Метод прогноза Соляр как раз-таки поможет вам узнать, как правильно провести в течение года корректировку своей судьбе, поэтому я приглашаю вас на консультацию. Открыт Солнцем, Юпитером, Венерой, верхний зодиак охотник, конечно же, там тоже Белая Луна участвует, и Уран в соединении. И что это за верхний зодиак, вы можете посмотреть видео охотник в плейлисте «Верхний зодиак», какие задачи он ставит, и какими искушениями в это время можно поддаться. 23, 05, 23 мая Марс будет в королевском градусе Овна, и в лучшем, опять же, приветствуются достойные поступки, проявление благородства. Это может быть успех для личностного роста, и заявить о себе, и особенно мужчинам, конечно же, по Марсу, и это может восприниматься на Уран. 23 мая Ингрессия Венеры в знак Близнецов, а это показатель легкости, легкого флирта, переменчивости в чувствах и легкое расставание со своими финансами. 23 мая произойдет также полнолуние на Осибле Близнецы и Стрелец в 16.53 по Минскому времени. 26 мая Ингрессия Юпитера в знак Близнецов. В это время Херон в разрушительном градусе Овна, именно 26 мая. И Херон пробудет в разрушительном градусе почти месяц, до 21 июня. А это будет наблюдаться нарушение законов, разрушение дипломатических норм, отношений, партнерские конфликты, попирание личностных прав. 29 мая солнце в королевском градусе Близнецов, и это благоприятно заявить о себе в какой-то общественной деятельности, особенно если вы человек харизматичный. Ну, опять же, мужчинам хорошо, потому что Солнце – это управитель мужчин. 29 мая по 30 мая, то есть по полдня Марс в разрушительном градусе Овна, и это может быть нарушение законов прав, нарушение личных границ, оскорбления. Вообще конкретно может быть такое милитаристское какое-то и оскорбление, и нарушение границ. В этом же градусе одновременно находится еще и Херон, и здесь, конечно же, в лучшем надо собрать силу воли, быть максимально дипломатичным, а в худшем – это как раз-таки все дипломатические договоренности могут нарушаться довольно-таки агрессивными и радикальными методами. И 30 мая с полудня до 7 утра, 31 мая, Венера будет находиться в королевском градусе Близнецов, и, конечно же, приветствуется в этот день, сердечная щедрость, но не только, но это будет особенно выражаться заметно, приятно. Вот щедрость в отношениях, сердечная, в контактах, и при вот даже этих негативных показателях Марса и Херона в разрушительном градусе Овна, может быть, смягчит даже как-то, поспособствует примирению. И мы на этой позитивной ноте закончим. Я благодарю вас за внимание. Следите за выходом видео о прозерпении в 20-м градусе Сатурна. А я вас благодарю за обратную связь, что даже поправляете меня когда-нибудь, хоть потому что бывает действительно, как вот даже в мыслях заговариваешься, путаешься иногда в каких-то показателях. Но человеческий фактор всем свойственен. Я благодарю вас за репосты видео, потому что, опять же, напоминаю, что это не для меня важно, а может быть, своими репостами вы помогаете кому-то найти ответ на какие-то свои вопросы. Всех вам благ!